Впервые этот фестиваль был открыт в 2003 году в Адлере. С каждым годом количество желающих стать участниками росло. И вот теперь в 16-й раз российский проект открыл свои двери юным талантам из 26 регионов страны. Более полутысячи молодых вокалистов, танцоров и музыкантов будут бороться за гран-при фестиваля до 1 ноября. Некоторые конкурсанты впервые решили продемонстрировать свои умения. Это большие коллективы из Новгородской и Тверской области, а также начинающие вокалисты. Я приехала первый раз. Мы очень волнуемся. Я буду петь две разных характерных песни. Я хочу научиться у мастер-классов чему-то новому, что-то узнать новое, чтобы как-то дальше продвигаться. А научиться на фестивале действительно есть чему. Ведь уроки ведут заслуженные деятели искусств России, профессора, академики, доктора искусствоведения, профессиональные актеры, режиссеры и продюсеры. Сегодня в первый день фестиваля прошли мастер-классы по инструментальному искусству и по хореографии. Так солист Государственного академического ансамбля народного танца Алексей Сухарев показал ребятам технику, позиции и движение в народном танце. Основными направлениями фестиваля являются вокал, хореография и инструментальное исполнительство. По традиции инструментальное исполнительство господин Решетов готовит у нас во время фестиваля, во время мастер-классов готовый оркестр. Оркестр он собирает из нескольких коллективов, которые приехали в качестве конкурсантов к нам на наш проект. Новоиспеченный оркестр откроет торжественную церемонию награждения, которая состоится 1 ноября. В этот же день пройдет и галоконцерт, на котором выступят обладатели гран-при и лауреаты первой степени. В этом году победители фестиваля исполнят музыку кино.